Всем привет! Надеюсь, нас слышно-видно. Сегодня мы продолжаем нашу серию диалогов с ребятами из индустрии. Сегодня мы поговорим с Настей Сергеевой. Настя — фотограф и сет-дизайнер. Работает с русским глянцем и не только. С такими проектами, в том числе, как The Blueprint и с созданиями Condé Nast. На самом деле, лучше, наверное, Настя расскажет про себя сама, поэтому передаю слово. Привет! На данный момент я работаю больше как сет-дизайнер, то есть не больше, это основное занятие. И работаю абсолютно для разных проектов, включая и Condé Nast, который ты упомянула, и тот же Blueprint. И очень много разных коммерческих проектов, в том числе я работала несколько раз для Яндекс, и однажды для H&M и какие-то подобные вещи. Вот. И сет-дизайн — моя основная деятельность на данный момент, но есть еще много всего, о чем я так или иначе занималась раньше и занимаюсь сейчас. Вот. И, в принципе, не ограничиваю себя какой-то одной деятельностью. Да, расскажи, вот, я просто знаю, что ты раньше больше занималась непосредственно фотографией, ну, то есть и снимала как фотограф, и продюсировала в том числе съемки. Расскажи, вот, как ты решила прийти на вот сет-дизайн, и расскажи вообще, как вот, какой у тебя был первый опыт, насколько это вот было сложно вот начать попробовать, потому что, в принципе, я понимаю, что есть такая история про то, что сейчас есть такая междисциплинарность, и все, как бы, в принципе, понимают про каждый, ну, как бы, про составляющие процессы, да, съемочного, но мне кажется, что все равно на первых порах там есть какие-то детали, которые нужно учитывать, и это просто сложно, мне кажется, сразу сделать там как-то классно, интересно и так далее. Ну, на самом деле, все, что происходило со мной в плане работы, происходило достаточно естественно, и я увлеклась фотографией еще, когда училась в школе, и после школы мне нужно было работать, и так я как-то очень быстро попала в модную индустрию, я начала с того, что работала моделью, и где-то я делала какие-то небольшие съемки для магазинов, супер маленькие, и параллельно я училась на журналистике, и когда я решила закончить моделингом, я посчитала, что самый какой-то логичный вариант будет стать фоторедактором. Я переехала в Москву и устроилась как раз в блюпринт, после чего, как бы, работа постоянно усложнялась, и у тебя в процессе появляются новые задачи, и после блюпринта я была на Вокру, потом в Зуме, потом в Леформе, и в итоге я пришла к тому, что и писала тексты, и снимала сама, и стала продюсировать в какой-то момент съемки, и все это продолжалось до тех пор, пока я не решила уйти на фриланс, и внезапно мне Света Танакина стелесть предложила сделать сет для Алены Ахмадулиной, для лукбука, и с тех пор как-то меня начали звать вот именно в такой роли на различные съемки, не то чтобы я выбирала сама, чем заниматься, скажем так, фотография в целом — это мое личное увлечение, и я позиционирую себя как фотографа просто потому, что это то, что мне близко, то, чем бы я хотела заниматься, но у меня нет стремления заработать на этом деньги и построить карьеру, вот, а сет-дизайном, допустим, я занимаюсь как раз-таки как своей работой. А насколько вот сложно было технически, не знаю, первую съемку сделать в качестве сет-дизайнера? Просто я знаю, что это очень тяжелый физический труд, и на самом деле то, что там, не знаю, мы видим на картинке, на самом деле за там кадром условно у нас там может быть еще, не знаю, куча-куча сумок с эквизитом и так далее, ну и плюс нужно какие-то, мне кажется, иметь какие-то все-таки скиллы, ну просто работы с материалами и так далее. То есть мне кажется, это очень специфичная такая история. Расскажи вот как ты к этому пришла, может быть, ты где-то кому-то помогала в первое время, как вот у тебя получилось там сразу вот как-то делать классные истории техническими именно? Ну вообще мне, конечно, безусловно, помог опыт, который у меня был до этого, потому что еще в Blueprint, когда я работала там фоторедактором, мы делали небольшие съемки предметные, для которых требовался какой-то сет небольшой, и, соответственно, я представляла себе, что это такое. Ну и в дальнейшем, когда ты продюсируешь, конечно, ты обо всем этом думаешь. Вот. Но надо сказать, что первая съемка действительно была очень сложной, потому что я взвалила на себя какую-то задачу, я, не знаю, я как-то очень осмелела и придумала сет, с которым я не сталкивалась до этого, но я решила, что я все могу, и я все продумала, и в итоге все действительно получилось. Но мне очень сильно помогла моя подруга и ее муж, которые помогали мне там строить какие-то конструкции из дерева, которые требовались в этом сете, ну какие-то вот такие вещи. И я не знаю, просто на самом деле ты берешь на себя ответственность, и ты как бы продумываешь, как ты будешь это делать, и в итоге ты решаешь постепенно проблему, которая стоит у тебя на пути, и делаешь то, что хочешь. Ну да. И вот на самом деле в связи с этим есть такой вопрос про междисциплинарность. Вот мне, знаешь, интересно все-таки, потому что я сама себе такой вопрос задаю, потому что тоже несколькими дисциплинами занимаюсь, и мне всегда вот интересно все-таки в конечном счете, насколько возможно быть таким междисциплинарным художником, который, грубо говоря, может там, ну не одновременно, но в разных проектах делать разные вещи. И мне все-таки интересно, насколько это работает, или же в итоге работает то, что, как мы себя позиционируем. То есть если там, не знаю, ты стала позиционировать себя как сет-дизайнер, тебя стали больше звать на такие проекты, и, соответственно, ты стала больше там этим заниматься. И, соответственно, там фотография, например, ушла там на задний план, да. Или же ты вот считаешь, что есть возможность как-то всегда делать всего, ну как бы в равной степени, да. Вот. И что ты думаешь по этому поводу? И знаешь, еще, наверное, сразу микровопрос. Не кажется ли тебе, что вот есть такая история с тем, что где, например, специалистов получается меньше, есть спрос на это. То есть если условно фотографов много и сложно выбирать и так далее, то, например, сет-дизайнеров хороших мало, и тем более с каким-то подходом концептуальным, да, больше не техническим. То есть вот как, есть ли вот в этом тоже какой-то смысл и какой-то ответ тоже на вопросы, которые возникают перед там продюсерами и так далее, ребятами, которые нанимают художников на работу? Ну да, безусловно. Я потому и начала делать сет. То есть меня изначально позвали, я думаю, потому что просто не было особенно выбора, и вытратить было несколько. В Москве сет-дизайнеров очень мало. И, соответственно, ну здесь есть определенная конкуренция, но она не такая большая, как среди фотографов, действительно. Что касается междисциплинарности, я думаю, что здесь все очень индивидуально, и все зависит и от человека, от его там способностей, интересов и так далее, и от задач, которые он перед собой ставит. Потому что, ну здесь для меня не стоит задача реализовать себя и свой творческий потенциал, когда я работаю над коммерческими проектами, делаю сет. Скорее у меня есть задача развивать свои скиллы и выстраивать портфолио. Но это мне лично не мешает заниматься еще какими-то параллельными делами, которые мне интересны лично. Вот. И я думаю, что здесь действительно все очень зависит от того, кому что интересно, и кто что хочет делать, и чего хочет добиться. Если бы я хотела быть первым сет-дизайнером во всем мире, возможно, я действительно с утра до ночи занималась только этим. Но я посвящаю, я думаю, очень много времени, большую часть своего времени. Но тем не менее, я бы хотела делать что-то еще, и я хочу искать время для других своих увлечений. И если говорить о каких-то примерах, то их предостаточно, когда люди занимались многими вещами и преуспевали в них до какой-то степени. Допустим, тот же Сесил Биттон, мы его знаем как фотографа, но он при этом делал еще как раз-таки сет не только для своих съемок, но еще для кинематографа, и занимался костюмами, и сделал... И был художником для некоторых известных фильмов, которые даже получили Оскар. Вот. И вроде бы он преуспел во всем этом, мне так кажется. Ну да. Поэтому пускай каждый сам для себя решит. Да, я просто, знаешь, еще немного, наверное, отталкиваюсь от нашей реальности, в том смысле, что вот я реально вижу, что, не знаю, какие-то заграничные наши коллеги, они как-то умудряются, например, быть одновременно, опять же, не на одном, возможно, проекте, там, и стилистами, и фотографами. Или, например, есть единицы как такого художника, там, например, как режиссер, типа Йоргос Лантимос, который там условно снимал кино, да, а потом вдруг начал там делать фотографии для различных каких-то журналов. Но тут делал там даже не в его какой-то экспертизе фотографии, а в том, что в его взгляде, грубо говоря. И я вижу, как, например, наши зарубежные коллеги масштабируют просто свое видение на все, как бы, да, типа не выбирают какую-то дисциплину, а не просто есть, как бы, какие-то художники с каким-то взглядом, и они, как бы, могут в различных медиумах работать. Вот, и как раз вот у меня был такой тоже к тебе вопрос. Видишь ли ты вот в своей работе разницу между такими медиумами? Медиумами я называю именно дисциплину, да, то есть ты как сет-дизайнер, ты как фотограф, ты там, как продюсер. Насколько ты вот чувствуешь свое вовлечение в каждый проект там по-разному? Насколько ты можешь в каждый проект положить какую-то свою идею? Потому что вот в проектах, в которых мы с тобой тоже работали вместе, я замечала, что и для меня это было даже в какой-то степени удивительно, и с хорошей точки зрения, что там ты, например, предлагаешь какие-то концептуальные идеи, как бы, идеи съемки, ты заполняешь тоже как-то ее, и это очень круто, а не просто предлагаешь там, возможно, какой-то концепт, вариант, да. То есть вот как ты видишь свой вклад как художника, да, как человека, который, ну, видит какие-то истории, как ты видишь, вот, как ты раскрываешь их в каждой, там, возможно, своей профессии в рамках разных проектов? Ну, здесь тоже все зависит от проекта к проекту, потому что все съемки разные, все команды разные, и задачи тоже разные. Естественно, есть там коммерческие съемки, где есть какие-то очень четкие брифы, и это часто касается, ну, не часто, а в основном касается и российских журналов тоже, потому что не то, чтобы здесь кто-то дает свободно творить в рамках эдиториалов. Вот, поэтому все зависит, безусловно. Допустим, когда я работаю с режиссерами над видео, я знаю, что у кого-то из них есть очень четкое видение того результата, который они хотят получить, и все, что я делаю, я просто пытаюсь как бы подвести свою работу к тому, чтобы вот воплотить их идею. А есть режиссеры, наоборот, которые ждут от меня каких-то идей, разработок, и иногда то, что я придумываю в плане вот сета, художественной части, влияет на ролик целиком, допустим. Да. Это все, правда, индивидуально, и я думаю, что есть определенная субординация в съемках, допустим, есть клиент, да, который запрашивает у тебя съемку, и он, естественно, говорит последнее да или нет. Потом есть режиссер или фотограф, которых я воспринимаю лично как автора в той или иной съемке, и дальше там есть еще стилист и оператор, и обычно это люди, которых я тоже в первую очередь слушаю, и потом только уже предлагаю свои идеи. Но бывают моменты, когда это какие-то творческие съемки, допустим, вот мы снимали с Юлей Радой, она очень хороший визажист, но она хотела сделать свой ролик, она его полностью придумала и попросила меня сделать сет, и я старалась, естественно, сделать так, чтобы ей угодить, чтобы воплотить ее идею. Но когда я делаю свои какие-то проекты, я могу включить контроль-фрика и заставить всех делать так, как я хочу, потому что я выступаю в роли инициатора. Да-да, а скажи, а тебе вообще как, понятно, опять же, что есть очень разные там специфика работы на разных проектах, но тем не менее, как вот ты видишь такой свой идеальный мир работы, то есть насколько тебе комфортнее, когда ты работаешь с четким брифом, и тебе говорят, что делать, или тебе все-таки больше нравится, и даже знаешь, что больше не про то, что нравится, не нравится, а как ты вот уже, судя по окончанию проекта, видишь результат, то есть становится ли результат лучше, когда ты имеешь право голоса, да, и ты можешь что-то предлагать, придумывать и реализовывать, становится ли от этого проект лучше, или не было у тебя таких моментов, чтобы ты вот так как-то прямо об этом думала? Я думаю, что здесь не момент, право или неправо голосу, у тебя всегда есть право голоса, или ты можешь, в принципе, быть безнициативным, зависит от тебя, но я думаю, что главный момент в том, чтобы команда, с которой ты работаешь, понимала, чтобы люди понимали друг друга, чтобы они были на одной волне, и тогда, в принципе, все складывать правильно, и вот разница, пожалуй, только в этом, получается у тебя сработаться с командой или нет, и результат зависит от этого, не от того, сможешь ли ты настоять на своем или нет. Да-да-да, да-да, ну тут да, тут скорее про какую-то такую синергию в команде и так далее, да, вопрос только возможно, в каких моментах ты можешь ее достичь, то есть тут же еще момент в том, что у каждого какой-то, как ты тоже сказала, свой подход, и тут вопрос в том, подходит ли тебе этот подход, ну то есть можно ли, если как бы возможно подстроиться под какой-то, ну не характер человека, а его способ вообще коммуникации работы и сделать все-таки в итоге какую-то хорошую, качественную съемку. или же все-таки, если вот там, например, команда не получается сработаться, то и результат будет в итоге не самый лучший, как ты думаешь? Ну вот если вернуться к тому, что ты сказала, настоять на своем, а если ты работаешь с командой, в которой нет взаимопонимания, но ты их заставил что-то сделать и убедил в чем-то, то это все равно не сработает, потому что нельзя заставить людей видеть вещи такими, какими их видишь ты, и либо вы понимаете друг друга, либо нет. Вот, и поэтому момент субординации, о котором я сказала раньше, мне кажется здесь полезным, то есть когда есть человек, который отвечает за результат в полной мере, ну режиссер или фотограф, обычно это так, иногда стилистом превалирует все-таки. Вот, и просто я на своей позиции сет-дизайнера стараюсь не лезть в свое дело и выполнять работу, которая всех устроит, скажем так. Да-да-да. Вот еще быстрое продолжение этого вопроса. Скажи, вот бывало ли так, что тебе приходит бриф или на съемку, или может быть это какая-то некоммерческая съемка, а может быть творческая, и ты понимаешь, что из этого брифа, что вот прям точно не твое. Возьмешься ли ты за работу или нет в таком случае? Ну не твое может быть по разным как бы причинам, не знаю, либо какой-то человек, на твой взгляд, не с теми как не установками, у него немножко другое видение и визуальное, и может быть не только визуальное, может быть концептуально тебе не близко, что там он делает, да. Вот. Возьмешься ли ты или нет? То есть насколько вот тебе интересно, возможно, иногда так себя челленджить и, ну, принимать какие-то вызовы не всегда очевидные, да. Типа, может быть, ты чего-то, ну, не знала, тебе казалось, что, может быть, все будет плохо, там, тебе будет некомфортно с этим человеком работать, а в итоге все как-то получалось на самом деле? Или наоборот, там какие-то были жесткие случаи, когда там, ой, не знаю, ссорились или что-то еще? Ну, ты знаешь, я в данном случае вот работу воспринимаю как работу, то есть есть работа, которую ты делаешь для заработка, это не твои творческие проекты и не твои творческие амбиции, и у меня нет особенно возможности отказываться от всего подряд, результат, и поэтому мне приходится как бы стараться найти компромиссы, и мне не всегда близок тот результат, который получается, хотя я в каждом случае стараюсь сделать максимум того, что я могу, но мне просто концептуально или визуально может быть что-то не близко. это неплохо, не хорошо, просто у всех разный вкус, и все по-разному все видят. Иногда я отказываюсь от проектов, когда мне просто тяжело себя побороть, когда это ну какой-то такой случай, что вот я прям точно не хочу это делать, что я знаю, что мы с командой друг друга не поймем, и мне это особо не нужно, и я могу отказаться. Но бывают такие случаи, когда я просто выполняю свою работу и просто стараюсь сделать так, чтобы всем все понравилось, и, ну честно говоря, в моей практике в большинстве случаев люди оставались довольны тем, что я делаю, несмотря на то, даже положу я себе потом эту съемку в портфолио или нет. Да, супер. Вот, может быть, еще скажешь пару слов про то, насколько тебе вот этот экспириенс работы в разных дисциплинах помогает, может быть, сейчас, да? То есть как, например, если ты работаешь как фотограф, насколько тебе помогает твое знание в сет-дизайне и, возможно, в продюсировании, и там наоборот, да? То есть насколько вот эти знания дополняют друг другу, помогают тебе и в коммуникации, и с технической точки зрения? Потому что все-таки, мне кажется, даже когда ты что-то строишь, и даже если просто какие-то технические моменты, все равно важно понимать там, как работает цвет, например, с какого ракурса, да, ну и так далее. Много разных деталей можно рассмотреть. Вот, и расскажи вот насколько тебе вот эта экспертиза помогает? Ну, безусловно, помогает очень сильно. И даже, я думаю, что я бы не смогла заняться дизайном, если бы у меня не было экспириенса в других областях до этого, потому что мне помогает и опыт продюсирования, потому что очень большая часть моей работы заключается именно в продюсировании вот этого сета, который я делаю. мне помогает и опыт фотографии, да, потому что я действительно вижу какие-то вещи в плане света, композиции и так далее, там подобные какие-то технические просто моменты могу понять. Ну, плюс какие-то общие знания, безусловно, работа фоторедактором, насмотренность, вот это вот все. Ну, ничего не пропало зря. Я стараюсь максимально все использовать. И, да, я думаю, что если бы у меня не было такого обыда, я бы не смогла сейчас сделать то, что я делаю на данный момент. Угу. Смотри, если не сложно, было бы классно, может быть, рассмотреть какие-то различия, ну, как бы рассмотреть разные виды типа съемок, да, какие они бывают и в чем может быть специфика. И можно, не знаю, сделать так, чтобы ты показывал, может быть, сразу на каком-то кейсе что-то. То есть, допустим, это может быть какое-то видео, это может быть какой-то проект аудиториал и какая-то, может быть, коммерческая фотосъемка. А еще, кстати, было бы интересно, знаешь, посмотреть, возможно, на твою работу фотографа, в которой ты сочетала там соцдизайн, например, и фотографию, да. Вот, в принципе, если там, может быть, видео не очень комфортно, удобно показывать, можно там только фотография про видео рассказать. Вот, потому что я думаю, что, к сожалению, так как вот как раз соцдизайн такая новая и не всем понятная, возможно, из, там, менее профессиональных, да, ребят, дисциплина, очень хочется про нее там в двух словах рассказать и показать на каких-то примерах, да, какие есть там там различия и так далее. Хорошо. Ну, я не знаю конкретно, что все хотят увидеть, но можно попробовать просто начать с работы дизайна, который у меня есть. Так, видно мое портфолио? Угу. Окей. Ну вот, допустим, мы делали съемку для Айзель до того, как они сделали коллаборацию с Путиным. И она была посвящена выходу документального фильма про Анис Варду. И здесь как раз была такая история, что съемка планировалась достаточно творческая. И хотя фотографы и стилисты были главными, и я их слушала непосредственно, но я придумывала сеты сама, исходя из того, что Ванес меня вдохновила. И это ее там любовь к природе и к французским полям, картошке и подобные вещи. Съемка достаточно приятная. Она, возможно, выглядит не очень коммерчески, но при этом я радуюсь, когда на нее смотрю именно вот за счет того, что у меня есть такая творческая составляющая. Съемка для Август мы делали с Эмми Америкой. Мне очень нравится работать с Эмми, потому что, мне кажется, мы неплохо друг друга понимаем. И я вижу, как она снимает, что ей нравится снимать, какие там фактуры, цвета и так далее. И стараюсь делать так, чтобы она нашла что-то интересное в том сете, который я делаю. И ребята Август выпустили коллекцию, которая была посвящена пайеткам. И это такая история из нашего детства, когда девчонки плели себе фенечки и украшали себя кучей всяких страз. И вот Эмми предложила сделать съемку, которая отразит этот период цинейджерства. И, соответственно, сет весь собирался именно с такой интенцией, с такой ностальгией о детстве. Вот. Ну, достаточно бюджетный вариант съемки, когда все собираются с каких-то маленьких деталей. Но при этом результат, по-моему, довольно классный. Да, очень круто. Кстати, скажи, вот ты как сет-дизайнер можешь ли ты как-то описать, не знаю, свой стиль или что-то? Или все-таки ты как бы очень флексибл в этом смысле? То есть тут ты больше работаешь такой как, ну, больше технически, возможно, специалист. То есть понятно, что у тебя есть какое-то видение, и ты можешь работать в рамках концепции. Но, тем не менее, мне кажется, что, возможно, в рамках сет-дизайна ты позволяешь себе намного больше, да, разную специфику, потому что я замечала, что, ну, вот сет-дизайнеры тоже бывают очень разные. Кто-то любит работать с маленькими формами, да, строить что-то. Кто-то любит, наоборот, типа стройку прям, типа строить огромные декорации. Кто-то там, не знаю, какое-то направление в эстетике выбирает. Вот. Расскажи, вот чувствуешь ли ты со своей стороны, что вот у тебя сформировался какой-то свой стиль или какой-то подход, или что-то тебе нравится больше? Ну, по крайней мере, в рамках, там, может быть, творческих проектов, да, более таких свободных, может быть, не рекламных, там, больших, где там четкий бриф. А где у тебя есть возможность, там, высказывание, да, какое-то сделать? Ну, честно говоря, я не думаю, что у меня сложилась какая-то определенная стилистика на данный момент. Все-таки полтора года — это не так уж много для того, чтобы прямо как-то выстроить всю свою работу. Но мне нравятся и масштабные проекты, и какие-то небольшие съемки. И я думаю, что есть два направления, в которых я хотела бы развиваться. Одно — это как раз-таки увеличение масштабности, какая-то зрелищность. То есть мне нравится, когда меня просят построить там тоннель или какую-то, не знаю, комнату, которая будет разваливаться в кадре и так далее. Какие-то такие задачи, мне нравится их решать, это здорово, это интересно. При этом мне нравится и концептуальная сторона фотографии. Это может быть небольшая съемка, но если в ней заложена какая-то концепция, мне будет интересно над ней думать и осмысливать ее. Вот как, допустим, в съемке для Айзей с Вардой, где ты просто пытаешься передать какие-то небольшие элементы, которые тебя зацепили в ее фильмах или в ее биографии. И вот такие вещи мне интересны. А можешь показать какой-нибудь большой фотопроект, на котором ты вот как раз делала какие-то прям масштабные истории? Еще расскажи, как много ты привлекаешь помощи, ну то есть вот какой-то, может быть, технической, да, где какие-то большие вещи, прям нужно что-то строить, что-то создавать с нуля, грубо говоря. Ну, у меня, безусловно, есть команда постановщиков, которая занимается непосредственно строительством и какими-то тяжелыми вещами, которые я не могу сделать самостоятельно. И, как я уже сказала, моя работа во многом заключается в продюсировании именно всего этого. И в продюсировании, и в придумывании концепции, в форме того, как ее реализовать. Вот, а строят все непосредственно постановщики. Плюс есть ассистенты, которых я тоже привлекаю к разным абсолютно задачам, ну, не знаю, собрать какие-то вещи, помочь мне на съемке с какими-то деталями, потому что мне во многом нужно контролировать процесс. Вот. И, безусловно, я делаю все несамостоятельно, не своими руками. Иногда я сама могу что-то распилить, приколотить, поднять и так далее, но в основном я стараюсь делегировать всю эту работу, делегировать по возможности все, что можно. Ну да, на самом деле, да, просто тоже, может быть, немногие понимают, что на самом деле это правда огромная работа, и все это придумать, что ты скорее такой художник, который придумывает какой-то мир, в рамках которого все будет существовать, и у тебя просто, да, есть ребята, которые тебе помогают технически, физически и всячески, потому что там чаще всего на площадках, когда особенно ты работаешь на видео, чаще всего у тебя нет возможности какие-то мелкие штуки делать, ты скорее должен как бы контролировать в целом всю ситуацию. Ну да, наоборот, если это большие съемки, то ты не можешь сам все построить, это абсолютно другая история. Да, да, да. Вот, ну, я не знаю, вот, допустим, съемка для H&M, я включу видео, она будет проигрывать. Давай попробуем, да, сейчас посмотрим. Да, все супер. Можно даже... Ну, это моя первая, по-моему, съемка в видео вообще, или вторая, и на тот момент она оказалась большой. Сейчас я уже так не думаю, она достаточно простая, но тем не менее у меня первый раз тогда была команда, по-моему, из пяти постановщиков, которые собирали все эти коробки, вешали эту огромную штору, строили мне там стенки, вот. Но все это я придумывала самостоятельно и рассчитывала все размеры, и все сама. То есть моя работа здесь значительная, при этом все делалось руками других людей. Расскажи вообще вот, например, отличие работы между видео и фото. Ну, на мой взгляд, конечно, видео просто ужасно сложно вообще, мне кажется, всем участникам процесса. Это такая более масштабная всегда история. Плюс, наверное, за счет того, что количество картинок, соответственно, кадров тоже больше, тебе нужно вложить туда намного больше информации внутрь, соответственно. Вот. И расскажи, когда, вот, знаешь, про процесс работы на видео, именно про вот этот вот коннект с, я не знаю, с режиссером, да, там, с еще какими-то участниками команды, которые все это придумывают, насколько ты должен быть больше вовлечен, насколько это там более сложная коммуникация, и вот вообще, ну, вот, как ты видишь разницу между фото и видеосъемками? Ну, вообще, я думаю, что хорошие зарубежные фотографы сейчас во многом пользуются опытом видеосъемок. Я просто наблюдаю по каким-то деталям. Я думаю, что главная особенность в том, что ты не можешь снять какой-то павильонный ролик с декорациями, с сетапом, даже с минимальным, без детальной подготовки и продумывания каждого кадра, чего не происходит обычно, когда ты делаешь фотосъемку. По крайней мере, при моем опыте, обычно, когда кто-то планирует фотосъемку, все звучит очень пространно, и я даже детально, ну, особенно не обговариваю ни с кем то, что я буду делать на площадке. Я просто приношу то, что считаю нужным, и там уже на месте что-то выстраиваю. А видео так не работает, потому что это совсем другой процесс, он гораздо более сложный, и все обговаривается заранее и с режиссером, и с оператором, и с гаффером, который отвечает за свет. И я, безусловно, должна с этими людьми быть плотной коммуникацией, и иногда туда подключается еще, допустим, SFX. Это люди, которые занимаются спецэффектами. И очень важный момент того, что на любой видеосъемке присутствует второй режиссер. Это человек, который отвечает за тайминг. И это далеко не последний человек на съемке. Это то, чего мне очень не хватает в процессе фотосъемок, потому что второй режиссер по большей части отвечает за расписание всего процесса. И когда есть второй режиссер, ты всегда знаешь, в каком порядке идет съемка, и какие у тебя задачи. То есть ты не валяешь дурака полчаса, а потом вдруг тебе нужно быстро что-то сделать, но еще даже никто не знает, что, и ты на месте пытаешься все это разрулить. У тебя все идет четко по плану, и в этом плане мне нравится так работать. То есть ты знаешь, что ты будешь делать в следующую минуту. Да, это круто. А ты не пыталась какими-то способами внедрить это в фотосъемки? На самом деле я понимаю, о чем ты говоришь. Вот, просто мне кажется, что зачастую, ну, опять же, ребята, кто снимает там фотосъемки, у них нет такого экспириенса, и поэтому получается, что такой замкнутый круг. В общем, у меня откуда-то узнать, но при этом это мешает им работать в какой-то степени. Вот. Ну, опять же, это зависит, наверное, еще от самого фотографа, потому что я знаю, что некоторые ребята там любят даже делать раскладровки, например, и так далее. То есть кто-то, ну, короче, есть прямо от суперзадротства до какого-то совсем свободного полета, и всегда так это, конечно, очень интересно, что у каждого какой-то свой подход. Кто-то там предлагает, не знаю, принести все и пробовать все вещи, но понятно, что это очень ресурсозатратно вообще со всех сторон, и в плане денег, в плане времени и так далее. Но иногда, конечно, что-то из этого получается, но в меньшей степени, а кто-то, наоборот, просит что-то там очень-очень точное сделать. Но мне кажется, что правда где-то посередине, то есть мне кажется, что надо делать какой-то план, но иметь возможность там что-то переделать, например, да, попробовать как-то по-другому, потому что иногда, ты, например, очень часто такое, не знаю, происходило на наших съемках, которые я делала, там ты что-то придумываешь, готовишь, а потом все приходит и понимаешь, что как-то не работает, и просто, ну, типа, чуть ли не с нуля начинают делать по-другому. И мне кажется, в какой-то момент тоже классно иметь там силы и возможность сказать, что если это, блин, чуваки, давайте по-другому что-то сделаем, вот, и, наверное, каждый должен быть к этому готов к какой-то степени. Вот. Ну да, но на самом деле съемки бывают разные, и фотографы тоже бывают разные. Я работала с фотографами, которые, в принципе, не могут ничего продумывать заранее. Да. Они пытаются снимать на месте, как пойдет. Но это такой принцип работы, и если они могут только так, ну, значит, с ними нужно так работать. Вот. Но, безусловно, есть и моменты, которые тебе нужно просчитать. И на самом деле, вот, во многих, наверное, в большинстве съемок такие моменты встречаются, когда, допустим, тебе нужно продумать мейк, начать там с чистого лица, а закончить вечерним макияжем. И это как раз-таки выстраивание вот этого процесса работы, выстраивание расписания съемки, оно присутствует, безусловно. Просто, ну, не всегда люди развивают его как-то в большей степени. Но здесь, видишь, проблема еще в том, что и с сетом, мне кажется, многие начали работать только недавно. И сет — это как раз-таки такой момент, который занимает много времени. И вот именно эта часть требует какого-то продумывания. Ну, для видео там еще есть разные такие элементы, как, например, перестановка камеры. Это не происходит за одну минуту. Там смена объектива и так далее. И когда делается расписание, все эти моменты берутся в расчет. А фото тут, конечно, попроще, потому что у тебя камера в руках, ты ее двигаешь, и тебе не нужно особенно запариваться по этому поводу. Поэтому, возможно, нет такой привычки. Но я думаю, действительно, все индивидуально. Я, когда делаю съемки, я стараюсь все-таки продумывать их детально. Потому что ты ограничен во времени, но у тебя есть какой-то минимум задач, который ты хочешь разрешить. И я допускаю творческую составляющую и какой-то элемент случайности. И я думаю, что действительно могут быть какие-то моменты, когда нужно попробовать один наряд и другой наряд. Но, тем не менее, в целом, мне кажется, достаточно большую часть съемки можно продумать заранее. И это только помогает улучшить результат, на мой взгляд. Ну, по крайней мере, я так работаю с этим. Потому что невозможно принести на площадку, не знаю, все вещи на свете, загрузить туда, я не знаю, грузовик каких-то предметов и на месте решать, что ты будешь делать. Тебе нужно ограничить себя каким-то количеством и знать заранее, что тебе понадобится. Да, это правда. Вот я еще хотела обсудить такой момент. Ты тоже рассказывала в нашей беседе про то, что очень часто на съемках у тебя есть такая история, особенно на фэшн-съемках, когда просят сделать такой синтез искусства, может быть, и фэшна. И вот ты как-то упоминала, что в этом есть какой-то такой формализм и, возможно, пустота. Но вот тебе не кажется, что я, конечно, сейчас, возможно, какой-то камень в огород, там, ребята из искусства кино, но просто мне кажется, что мы как-то сами привносим форму, какую-то идею, да. И плюс, мне кажется, в искусстве всегда есть такая тема, что автор оставляет какое-то поле для размышлений зрителя, да. Почему вот тебе кажется, что это может быть там не очень, ну, даже не честно и не то чтобы правильно, а вот почему у тебя есть такой немножко, ну, какие-то вопросы у тебя есть к этому. И, может быть, покажешь эти проекты, потому что я их видела, и они очень классные. Вот, и мне кажется, что, в принципе, форма... Формы, возможно, зачастую достаточно, на мой взгляд, по крайней мере, фотографий. И вот я, не знаю, не вижу в этом проблемы. Расскажи вот какой-то свой подход, может быть, к этому. Как ты вот считаешь? Слушай, ну, во-первых, я лично не употребляла слово формализм. Это да, это моя абсолютно, да. И более того, я на самом деле не давала никакой оценки той истории, про которую рассказывала. Я просто рассказала забавный случай, когда мне пару раз приходилось делать сет в стенах реально действующей книги, и мне нужно было имитировать современное искусство. И я делала какие-то инсталляции, которые выглядели как искусство, но на самом деле этим не являлись, потому что в них не заложена была никакой идеи, кроме их визуальной составляющей. И смущий момент был в том, что для одной из этих съёмок мне ассистировал реальный художник и реальный куратор. И у них, по-моему, не возникло никаких вопросов как раз-таки к визуальной составляющей и всех этих инсталляций, которые мы наделали. Но всем было очевидно, что это смешно за счёт того, что... Ну, не то чтобы это смешно, это забавно за счёт того, что мы в галерее имитируем искусство и, ну, вот, играем как бы в такое подражательство. Но я, опять же, я не даю этому никакой оценки положительной, отрицательной. Я думаю, что мода — это, в принципе, как раз-таки зачастую игра и подражание каким бы то ни было смыслом. Здесь можно произмышлять о разном... Вообще, на разные темы в связи с этим, потому что, во-первых, почему мы пошли в пустую галерею и стали заполнять её какими-то объектами, которые ничего не значительно имитируют искусство, потому что в Москве просто не было такого места, где можно было бы современное искусство и снимать там. И вот это вопрос как раз-таки кураторам и галереям, почему так. Второй момент — это вот, да, как раз-таки природа самого фэшна, то, что это постоянно какая-то имитация и игра во что-то, и переосмысливание чего-то. Но ещё вот я на фоне этого подумала о том, что если уже говорить о каких-то отрицательных реальных сторонах, ну или даже не отрицательных, а просто об упрощении всего, если посмотреть журналы 40-х годов, журнал, который мы сейчас называем модными или женскими журналами, то на самом деле эти издания, они по содержанию совсем не похожи на то, что мы имеем сейчас. допустим, в журнале ВОК американском 40-х годов публиковались статьи о Жан-Поль Сартре, там было много политики, и какие-то поднимались остро-социальные вопросы, и я как бы не вдаваюсь в то, какого качества был этот контент, ну, понятно, что это не философские тексты, не философский журнал, но тем не менее можно наблюдать, насколько все сильно упростилось на сегодняшний день, и некоторые издания ВОК в некоторых странах, может быть, не во всех, они объективно как бы на данный момент являются подражанием своим истокам, то есть это нереальный журнал ВОК изначальный, который был, это его как бы имитация, просто книжка с картинками, вот, ну, это просто забавный момент того, как все происходит, такая, такой пост-пост-пост модернизм. Да-да, согласна. Слушай, пока ты листала, я еще увидела работу, которую вы делали тоже сами, Америка, очень классную для вот ЖК Береговой, если я не ошибаюсь. Вот, знаешь, почему хотелось бы эту съемку тоже затронуть? Потому что, на мой взгляд, сейчас вот есть такой как раз синтез фотографий и видео, да, что вот все приемы, которые используются для видеосъемки, они как будто бы постепенно перетекают и в фото, да, то есть какие-то стоп-кадры, какие-то вот, не знаю, моменты, какая-то сложность с точки зрения визуального наполнения, да, вот расскажи, наверное, про этот кейс, потому что, да, тут есть и фото, и видео, но, на мой взгляд, фотографии сделаны несколько не по принципу как бы такой фотосъемки, возможно, да, и расскажи про вот, ну, твою часть работы вот в данной, в данной истории, как вы вот все это придумывали, насколько вы с Эмми были там соавторами в какой-то степени, да, потому что я знаю, что Эмми, она в том числе делала арт-дирекшн этой съемки, да, вот, расскажи вот про процесс и про какие-то, может быть, детали, если это возможно. Ты знаешь, это, наверное, самая непростая и запутанная съемка из всех, что у меня были до сих пор, потому что здесь она была очень масштабная, и в ней участвовало очень много людей, и, в частности, очень много со стороны креатива, ну, то есть было очень много разных потоков, разных мыслей и так далее, и даже вот то, что касается художественной части, это не моя работа полностью, мне, сначала, предложили взять этот проект как художнику, но я была не готова к таким масштабам, и в итоге меня попросили остаться, но при этом вот строительством самих комнат, в которых происходит все действие и какими-то глобальными вещами занималась Даша Григорьева, это такой рекламный хутпост, наверное, самый мощный в Москве. А то есть это все, то, что мы видим, это все построено, то есть это павильон, это нереальная комната? Да, это все построено в павильоне. Круто. Вот, и что касается фото и видео соединяются и так далее, я думаю, здесь лучше этот вопрос задать теме, влияет на нее как-то видео. Я вижу, что это ее стиль съемки очень давно, я не берусь судить, что на нее оказало влияние. Вот она снимает людей, они у нее получаются очень эмоциональные, такие живые, как действительно какие-то стоп-кадры, но я знаю, что это происходит давно, я не знаю, насколько там кинематографы и видео повлияли на нее. Что касается сета, но есть, конечно, разница, когда ты выстраиваешь видеокадр и фото, потому что фото более подвижно, а фотограф может двигаться вокруг и снимать на разных расстояниях, с разных углов и с разных ракурсов, и здесь ты не можешь как бы выстроить идеальную картинку, тебе нужно, чтобы с этим сетом было в принципе легко работать, чтобы можно было чуть-чуть что-то подвинуть и уже все выглядело хорошо. При этом для видео ты выстраиваешь кадр полностью от камеры, которая закреплена на одном месте, ну или она двигается, но тем не менее у нее есть какое-то общее направление, и ты вот детально прорабатываешь все, потому что зритель будет долго смотреть на эту картинку, ему нужно, чтобы все было аккуратно, и прорабатываешь все вместе с тем, как будет двигаться камера, если она будет двигаться, вот, и ну здесь, конечно, есть разница, и ты стараешься сделать и то, и другое одновременно, но если говорить о том, как приемы из видео переходят в фото, я тоже, наверное, замечаю какие-то такие тенденции, я думаю, что в основном они связаны, ну то есть для меня, то, что для меня интересно, то, что я замечаю, это, во-первых, масштаб вот как раз-таки строительства декораций, не то, чтобы это что-то новое, на самом деле декорации строились и в 30-х, и в 40-х прошлого века, и это как бы старая история, но сейчас, возможно, к этому какой-то еще повышенный интерес существует, и плюс взаимодействие со светом, потому что каждая сцена, которую ты планируешь для видео, ты планируешь не только декорацию и сет, но ты это все совмещаешь еще с работой гаффера, который должен эту сцену осветить, и мне кажется, что в работах некоторых фотографов это заметно, когда ты планируешь свет и сцену целиком, и у тебя, ну, многие используют там наброски и делают рисовки того, что они планируют снимать, и вот это, конечно, похоже на видеопроцесс. Ну да, я скорее говорила про такие детали, нежели чем может быть про концептуальные, составляющие технические, как устроен свет, как мы расставляем предметы, как мы ставим героев в кадре и так далее, ну вот, то есть такие именно истории, и в том числе про то, что, возможно, в чем там соединение фото-видео, в том, что, например, на фото стали тоже использовать большие команды, да, и очень, просто мне кажется, фото этого как-то меньше, ну, по моему опыту, что, знаешь, там, не знаю, что одной картинкой занимается там большее количество человек, да, что есть какие-то микрозадачи, ну, то есть я имею в виду, что в рамках даже соцдизайна, да, может быть несколько человек, что кто-то там занимается стройкой, да, кто-то занимается возможности флористикой, кто-то там чем-то еще, вот именно про то, что, возможно, сейчас фотография усложняется, да, по своему наполнению какому-то внутреннему, вот, ну, про эти вещи, в общем, да, поэтому, конечно, да, ну, это еще очень круто, что ты сказала, что это павильон, потому что, мне кажется, не оборужен взглядом, если ты не знаешь, что, ну, сложно понять, и сложно понять, соответственно, от этого масштаба, да, того, что там вы делали, плюс ко всему, там это, там же несколько роликов, несколько героев, соответственно, это получается, что вы под каждую сценку строили отдельный, как бы, мир такой для каждого человека, грубо говоря, в котором он существует и раскрывается как герой. Да, все верно, это была масштабная съемка, и мы снимали два дня, по-моему, по 20 часов, если не больше, при шутах и застройки, и все. Да, очень здорово. Так, сейчас я подумаю, что бы такого еще обсудить, что бы не сильно выходить за тайминг. Может быть, у тебя есть какие-то вещи, на самом деле, которые ты бы хотела как-то сказать, рассказать, или, может быть, какой-то кейс, который тебе тоже интересен? Ну, я просто не знаю, что интересно аудитории. я готова рассказать все, что угодно. Не знаю, попробую конкретизировать. Да, хорошо. Ну, знаешь, на самом деле, я еще вот вспомнила про такой вопрос, который у меня был, который как раз можно немножко связать с тем, что мы только что обсуждали, только в обратную сторону. Вот, расскажи, кажется ли тебе, что вот меньше, значит, лучше? То есть, я замечала вот в своей практике, что есть вот такая история, когда делается такой оверсет, ну, в глобальном смысле, что, не знаю, команда пытается как-то усложнять визуально или концептуально картинку, которая в этом нуждается. И, ну, чаще всего, не знаю, надо сделать что-то простое, а команда пытается вложить в это там очень много чего. И касаемо еще, знаешь, вот истории с сет-дизайном тоже, насколько вот тебе кажется, что иногда, например, проще сделать что-то более, менее масштабное, да, и, может быть, за счет идеи, за счет концепции показать что-то, нежели пытаться там построить какие-то большие истории. Вот, и вот насколько тебе кажется, что меньше значит лучше? Насколько ты согласна вот с таким заявлением в рамках вот твоей работы сет-дизайнера? Ну, я думаю, что это опять же зависит от задачи от каждой конкретной съемки все-таки, потому что иногда действительно можно сделать что-то очень красивое из веточки и кусочка ткани, но иногда это не то, что нужно. И здесь трудно сказать однозначно одно или другое. Скорее, я за то, чтобы было соответствие в постановке задач и в том, как продюсер и вообще вся команда видит их решение, потому что иногда люди присылают какой-то бриф и им кажется, что это какие-то очень простые вещи, а на самом деле все не так. То есть минимализм как явление, он совершенно не обозначает просто процесса того, что там происходит. и некоторые референсы, которые тебе присылают, это, не знаю, какие-то произведения искусства и тебя просят их повторить и при этом на это нет бюджета и ты думаешь, а как? А как вообще это может работать? На это нужно время и на это нужны деньги. Вот. Я тому, чтобы я за то, чтобы было вот это вот понимание, что на самом деле просто, а что сложно. Вот. Я думаю, что все должно быть просто целесообразно. Я не думаю, что кто-то ставит себе задачу набросать кучу всего и просто восхитить всех количеством предметов или еще чего-то. Я думаю, что у всего есть какое-то объяснение. ну вот в съемке с береговым, который я все еще не закрыла, ну здесь, допустим, очень много предметов. Мы собирали по возможности максимум всего, но это отвечало задачу того, чтобы показать как бы какое-то место обитания, жилье, где люди могут развернуться и могут поместить туда все свои интересы и все свои увлечения. у архитектора очень много работы, поэтому у него куча тубусов, книг и так далее. Вот. Ну, я к тому, что все должно быть оправдано. Нет какого-то однозначного ответа, нужно меньше или больше. Да, расскажи вот как раз тогда про работу с изданиями, потому что я знаю, что обычно не очень большие бюджеты есть, и расскажи вот насколько получается сделать классные, интересные проекты в рамках ограниченного бюджета именно с точки зрения того, что может быть, я не знаю, ты как-то немножко меняешь подход к брифу, предлагаешь какие-то другие решения, какие-то другие варианты, вот насколько ну как-то отличается, какая специфика работы, как обычно ты взаимодействуешь с командой? Ну, во-первых, я начну с того, что на самом деле я по возможности стараюсь не уступать вот этим запросам из разряда «У нас нет денег, но сделай нам классно», ну, потому что это просто нечестно. Это большие компании, вроде издательского дома конденаста, который просит тебя сделать что-то за маленькие деньги с маленьким бюджетом. Ну, я стараюсь хоть какую-то минимальную планку на выдерживать в работе с разными клиентами, но тем не менее, да, вот бывают случаи, когда ты просто буквально из палок делаешь какие-то вещи, и вот я открыла как раз-таки подобный референс, где мы для инстайла имитировали авангардистов, и я буквально из палок покрашенных и распиленных мной же делала сет. Вот, но здесь, конечно, по-разному бывает. я безусловно иду всегда на то, чтобы сделать максимальный результат и использовать при этом минимальный бюджет. Я не заинтересована в том, чтобы просто растратить чьи-то деньги, но при этом я считаю, что для каких-то задач нужно понимать, что определенные вещи стоят определенных денег. Да-да, это точно. Но вот интересно, знаешь, насколько ты иногда, не знаю, возможно, меняла немножко концепцию, да, в зависимости от того, какие у тебя есть ресурсы на это, то есть, например, если к тебе приходит кто-то и говорит, что нам нужно что-то построить или что-то сделать масштабное, ты говоришь, что окей, нет, так мы не сможем сделать, но у нас есть столько денег, я предлагаю в рамках какой-то такой истории другой вариант. Например, не знаю, не строить павильон, а найти какую-то квартиру или совсем там как-то, или снять, не знаю, на улице, ну что-то такое, то есть вот именно насколько в зависимости вот от запроса ты, ну запроса с бюджетом, ты как-то вот немножко меняла вектор движения, куда вот все, как все менялось? Нет, ну безусловно, да, приходится отстраиваться, приходится искать разные решения, мне сейчас сложно какую-то конкретику вспомнить, но ну скажем, это происходит постоянно, но опять же это связано с тем, что иногда людям кажется, что какие-то вещи очень простые на деле оказываются очень сложными, да, да, вот, и это приходится объяснять и рассказывать, почему и на что нужны силы, время или деньги, знаково важные ресурсы, время особенно, очень многие просто забивают и готовят съемки за день или за два, и из-за этого тоже приходится отказывать в каких-то идеях и говорить, что это невозможно сделать за такой срок. Ну да, плюс ко всему еще непосредственно то, что тоже ты упоминала работ на площадке, то есть все равно построение каких-то вещей занимает там, да, время, а возможно там заложенные продюсером часы, это, ну, в эти сроки как-то твоя работа условно не успевает сделаться должным образом, поэтому да, тоже возможно бывает так, что если там это какой-то, если, например, человек раньше не работал с дизайном, он, например, может до конца не понимать, насколько это трудоемкая история и ему кажется там, что этот стол, который ты поставила, что это же так легко там, не знаю, вставить, туда все эти вещи и так далее, вот, поэтому да, конечно, наверное, успех всего процесса в том, чтобы, наверное, максимально обсуждать все вещи и обязательно до съемочного процесса на препродакшене, да, непосредственно. Вот. Знаешь, наверное, еще быстро хочется поговорить про твою работу фотографом, вообще про твой экспириенс и возможно, вот мы тоже там с тобой обсуждали, что ты видишь себя в качестве фотографа больше, больше таким, можно не художником, но у тебя есть такой некоторый специфичный взгляд, и ты больше стараешься делать какие-то персональные проекты, какие-то фотографии, что-то еще. Вот можешь, наверное, чтобы я тоже не перефразировала, немного от себя рассказать про твою работу с фотографом, про твой подход, твой взгляд на это, вот, и может быть, да, что-то посмотрим даже. Да, но, во-первых, я вернусь к тому, что фотография, это не то, на чем я стремлюсь зарабатывать, я занимаюсь этим как каким-то своим любимым делом, и, честно говоря, изначально я даже не думала о том, чтобы заниматься фэшн-съемками, мне приходилось их делать в какие-то моменты, и там последняя съемка, которую я делала, посвящена бьюти, вот, но это просто увлечение, которым я горю очень давно, скажем так, и оно касается не только производства фотографий, но и изучение всего этого процесса, ну, и нужно сказать, что я не считаю себя каким-то состоявшимся уже в этом плане художником или фотографом, потому что я думаю, что есть еще много всего, что хочется реализовать, и здесь как раз-таки в работе над своим собственным проектом я как раз все больше прихожу к какой-то вот той самой пресловутой мультидисциплинарности, когда мне интереснее режиссировать проект целиком, а не просто создавать красивые картинки и вкладывать в этот проект какой-то смысл. Вот, и при этом один из моих личных проектов которые мы делали какое-то время назад, я здесь выступала не в качестве фотографа, а в качестве продюсера и арт-директора, но это пример того, к чему бы мне хотелось стремиться, то есть это скорее не просто производство картинок, а производство какого-то более сложного контента, когда ты придумываешь все от идеи до текста и того, как это потом будет в итоге выглядеть, в каком медиуме это будет существовать впоследствии. Вот эта съемка, которую снимал Сережа Ламакин про инстамоделинг, скажем так, некий феномен, который появился несколько лет назад и, как мне кажется, отражает сегодняшнюю нашу культуру вполне, и если посчитать, там есть разные размышления на тему того, что в этом феномене хорошего, что плохого, и собственно фотографиями мне хотелось отразить как раз-таки какие-то такие мысли, зачем это существует, почему как-то на нас влияет, и это не то, чтобы съемка про одежду, больше такая концептуальная история. Да, это очень круто, на самом деле я видела эти карточки, но я не видела лендинг, ну, сайт, и на самом деле хочу сказать, что, конечно, это очень здорово, когда вот да, можно сделать такую цельную историю, которую можно узнать, прочитать, и ты как художник, как человек, который придумал всю эту историю, можешь ее правильно с точки зрения различных визуальных приемов рассказать, и это, конечно, совсем по-другому читается, и на самом деле круто, что сейчас там, не знаю, у нас есть такая возможность использовать различные инструменты для того, чтобы донести какие-то наши мысли, какие-то идеи, вот, поэтому, да, мне вообще кажется, что, ну, у каждого там специалиста должен быть какой-то такой свой, ну, не то, что сайт-проект, а какие-то вот истории, которые он рассказывает вне зависимости от всего, то есть думает скорее не о качестве картинки, не о каком-то, ну, результате, а о том, что он в первую очередь хочет сказать, и, наверное, таким образом человек, как, ну, творческая единица развивается непосредственно, потому что, конечно, какой бы ни был классный и красивый проект там для журнала, это все равно заказчик, все равно какие-то там условия, которые у тебя есть, с которыми тебе, конечно, приходится работать, вот, ну, и, наверное, последнее, что хочется обсудить, это твой вот онлайн-проект, посвященный истории модной фотографии, на самом деле, очень интересно про него тоже, может быть, пару слов сказать, обсудить, вообще, как ты к этому пришла, насколько вот тебе кажется важным, знаешь, именно, ну, как бы быть в том числе теоретиком, да, в какой-то сфере, в которой ты находишься, работаешь и так далее, потому что, вот, не знаю, мне вот лично, мой подход в том, что мне, как бы, конечно, интересно, что-то узнавать, но как будто бы, вот, мне проще работать, когда я как-то на ощупь все делаю, то есть, какое-то бессознательное такое потребление и непосредственно потом переработка в какие-то непосредственно существующие проекты, вот, но мне интересно твой вот подход к теории, и вообще, насколько ты это связываешь, и как у тебя возникла эта идея этого, вот, такого проекта, связанную эту с карантином, и вообще, вообще, расскажи все, а потом еще, наверное, обсудим процессы, какие-то вещи. Вообще, мне вот сейчас очень много приходит сообщений с таким жестким вопросом, а где остальные уроки, и я не знаю, как так получилось, что пошел слух о том, что я запустила целый курс, но это не так. На самом деле, история заключается в том, что какое-то время назад, возможно, год назад, и около того, мне написала одна девочка и предложила сделать курс для очередной онлайн-школы, которых сейчас много, и курс должен был быть для фотографов, и я сказала, что я, в принципе, могу составить курс, но я не хочу учить фотографии, потому что я не дипломированный фотограф, и есть гораздо больше людей, у которых больше скиллов в плане техники, которые могут передать вот свои знания о процессе съемки, и я, в свою очередь, могу рассказать о какой-то теоретической части, и в том числе об истории, потому что я этим увлекаюсь давно и читаю про это, и я могу как бы собрать информацию, провести анализ и вот сделать курс такого плана про историю и теорию фотографии, вот, но в итоге, так как вот этот момент подготовки, на который уходил много времени, он никак не облачивался, у меня была куча другой работы, все это как-то затихло, и я так и не выпустила этот курс, и тот собранный материал, как бы костяк его лежал у меня в столе вот этот весь год, и когда пришел карантин, я просто решила отредактировать один из материалов и выложить его, и, честно говоря, я не думала, что это вообще будет кому-то интересно, потому что в рамках твоей онлайн-школы у меня набиралось максимум четыре ученика, возможно, здесь мне написало очень много людей, и вроде как многим понравилась эта идея, поэтому я планирую выкладывать другие уроки, но делать это постепенно, не в ущерб своей основной работе, потому что у меня нет такой возможности, вот, но я попробую найти время и решение, как сделать так, чтобы остальные уроки тоже вышли, потому что на них уходит много времени, вот, ну да, мне просто интересно на самом деле изучать не только даже фотографию, но и какие-то культурные процессы, которые есть вокруг, которые связаны с фотографией, и вот в первом уроке очень большая часть посвящена именно возникновению медиума, а не конкретно фэшн-съёмкам, и я думаю, что это интересно в плане какого-то общего развития, и здесь очень много информации на тему того, какие, допустим, техники существовали, как изначально выглядела фотография, что это такое было, потому что мы привыкли смотреть на картинки в телефоне, и для нас фотография это скорее что-то, ну, вот какой-то такой безвещественный цифровой феномен, который есть где-то в интернете, где-то у нас в телефонах, мы его не можем не потрогать, не пощупать, а на самом деле фотография изначально это другая субстанция, это именно предмет, и вот из этого урока можно как раз узнать о таких вещах, как она выглядела, для чего ее применяли и так далее, ну, вот так выглядела первая, первый вид фотографии до геротипия, то есть это совсем не то, что мы привыкли видеть сегодня, вот, ну, и в дальнейшем я планирую просто рассказывать хронологически о том, что происходило дальше, и связывать какие-то культурные события и непосредственно развитие модной фотографии, и плюс еще хочу поразмышлять немножко о медиуме фотографий и медиа, в которых она существует, и, может быть, затронуть какие-то отдельные стороны съемок, тот же сет-дизайн, допустим, или поговорить об этом, вот, вообще много всяких интересных тем, которые я бы хотела сама поизучать и готова рассказать о них, поэтому я буду стараться в дальнейшем продолжать делать такие материалы. Да, это очень круто, мне кажется, что не хотелось, конечно, про коронавирус говорить, но, тем не менее, что я замечаю вот по своим коллегам и вообще окружению, что сейчас из-за того, что мы все сидим без работы, по крайней мере, в том количестве, в котором обычно она существует и в нашей жизни, сейчас есть потребность вот в отдаче вот этого такой-то творческой энергии, каких-то идей, и тем или иным образом все как-то стараются делиться, и очень круто, что на самом деле сейчас, ну, из-за того, что опять же у нас из всех возможностей, все как-то готовы отдавать и, ну, получать взамен, и это, конечно, очень круто, потому что я не представляю себе такие вещи в обычное время, просто потому, что обычно их не хватает какого-то ресурса временного, а сейчас, что еще, как бы мне кажется, важно, что все как-то немножко расслабились, и нет такого, знаешь, серьезного подхода, то есть все мы пытаемся делать какие-то хорошие вещи и делиться, но при этом там возможно не как бы говорить о том, что там, не знаю, наш мнение является самым правильным и главным, и, не знаю, все для себя пробуют сейчас какие-то новые, мне кажется, вещи, кто-то там как-то по-новому начинает снимать, кто-то там, не знаю, интересуется мейкапом, кто-то сет-дизайном, и за счет того, что опять же каждый там делится какой-то своей дисциплиной, мне кажется, сейчас возможно будет развиваться какая-то как раз вот эта междисциплинарность в нашей сфере, вот, что очень-очень здорово. Вот, слушай, Настя, я, знаешь, хотела, чтобы ты, наверное, как-то сказала зрителям, как можно посмотреть твой курс, где можно его найти, и я хотела сказать, что он еще бесплатный, и что можно все это посмотреть в свободном доступе, только Настя вот должна рассказать небольшую инструкцию, как. Да, ну, первый урок точно бесплатный, а в дальнейшем я думаю, что я все-таки сделаю какую-то, какую-то минимальную стоимость на каждый урок, так, чтобы это было доступно, потому что я за то, чтобы образование было доступно, чтобы информация была доступна, но при этом я не смогу просто это сделать, если ничего не буду, ну, если мое время не будет как-то аккуратным, чтобы найти этот урок, нужно в Телеграме набрать несколько букв, фэшн-фотографи, today and yesterday, то есть F-P-H-T-Y, и найти бот, и отправить старт, после этого там, где клавиатура появятся кнопки, и дальше там все будет понятно, нужно будет просто нажать получить урок. А, на самом деле я подумала, что мы, наверное, у нас трансляция на Ютубе, я думаю, что можно будет потом дать какие-то ссылки, потому что так очень сложно, я сейчас попыталась найти, довольно сложно, а вот по ссылкам обычно довольно тяжело найти, вот, так что так, но я думаю, что да, нам надо заканчивать, мы уже почти полтора часа разговариваем, на самом деле очень круто было, очень интересно, вроде все, что хотели, мы обсудили, вот, так что надеюсь, что тебе тоже было полезно и интересно поделиться всем. А, было классно, спасибо тебе. Вот, все, спасибо тебе большое, если у кого-то будут вопросы, пишите там под трансляцией, мы потом по факту ответим. Вот, все, всем пока. Счастливо. Пока. 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 Пока.